Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив. Департамент культуры и политехнический университет продолжат совместную работу. Комплексное исследование дома Дюрингера – это лишь первая ласточка. Еще пять объектов будут обследованы в процессе подготовки дипломных и курсовых работ. В Иванове студенты изучат состояние 400-квартирного дома, дома корабля и дома резчика Василия Курбатова. Также планируется изучить особняк Курочкиных-Бурнаевых в Заволжске и здание набойной мануфактуры в Кохме. В течение учебного года студенты сделают обмеры, выполнят подробную фотофиксацию и дадут рекомендации. Что необходимо ремонтировать в первую очередь. В случае, если будут решены вопросы финансирования ремонтных работ, то предварительные студенческие работы могут помочь в подготовке проектной документации. Список объектов, над которыми будут работать студенты, не случайен. В него попали памятники, нуждающиеся в экстренной помощи. Больше всего у сотрудников Департамента культуры душа болит за уникальный деревянный жилой дом, построенный резчиком Василием Ефимовичем Курбатовым. В таком состоянии, в котором он сегодня находится, мы его потеряем, поскольку даже та растительность, которая расположена на кровле, она задерживает влагу, что способствует разрушению дерева. Дом Курбатову – памятник архитектуры регионального значения и относится к немногочисленной категории объектов, которые были поставлены под охрану не в связи с революционными событиями в нашем городе, а по иным основаниям. Этому дому 214 лет, а во времена царствования Павла I двухэтажная постройка в селе Иваново была большой редкостью. Кроме этого, хозяин дома был резчиком Манер. Резчик Манер, чтобы ивановцы знали, это люди, которые на деревянной такой дощечке набивали узоры, потом она заливалась краской, и они уже отпечатывали те вот ситцевые холсты, которые потом продавались. И вот как раз в этом жилище он не только проживал, но еще и занимался работой. Ну и вот именно от таких вот зажиточных крестьян, их потом стали называть капиталисты, и пошла как раз будущая наша текстильная промышленность. Как утверждают специалисты, дом срублен топором, без использования пилы. По мнению ивановских краеведов, он представляет не меньшую ценность, чем щудровская палатка. Задача номер один – добиться от собственника, чтобы с крыши убрали зелень. Сплошь увитый плющевым дом уже прозвали жилищем бабы-яги, но эта растительность, придающая необычный облик, губительна для дома. Если нам не удастся в рамках предварительных проектных исследований очистить кровлю, то будем обращаться с иском в суд и понуждать снимать ее в судебном порядке, потому что она явно мешает и для изучения объекта, и наносит ему вред. Студенты уже начали исследовать объекты. Первый на очереди – дом-корабль. Состояние этого памятника федерального значения пока что не плачевное, но все же внимание со стороны властей ему необходимо. Сейчас идут обмерные работы, мы провели фотофиксацию дефектов, так же, как и на Дюрингере, вытащим кирпичи, посмотрим, что называется, с клотика до киля, снизу доверху, и будет паспорт опять на это здание. В случае с домом-кораблем все упирается в деньги, пока их нет. Вскоре, как напоминание жителям и городским властям о бережном отношении к памятнику, здесь появятся информационные таблички. Куда хуже обстоят дела с 400-квартирным домом. Его состояние близко к аварийному. Исходя из того плана, который сформировал департамент ЖКХ, мы увидим реставрацию в том виде, в котором бы мы хотели ее видеть только в 2041 году. Конечно, эти сроки, мягко говоря, нас не устраивают, поэтому сегодня нужно решить вопрос об исследовании объекта и о формировании каких-то предложений по его фактически даже не реставрации, а спасению. Студенческие, дипломные, курсовые работы помогут сдвинуть с мертвой точки наболевшие проблемы в сфере охраны объектов культурного наследия. Первые шаги в разработке проектов реставрации будут сделаны, а значит, уменьшится стоимость готовой проекта смертной документации, которая нередко становится камнем преткновения в вопросах реставрации. Сохранить, не потревожив, воссоздать, не навредив.